Радоница. Что за праздник? Как праздновать? Как правильно поминать? Я расскажу вам ту информацию, которую, наверное, никто не донесет из тех священников, которых большинство. Итак, Радоница – это первый день общецерковного поминовения усопших после Пасхи Христовой. Отмечается после Фомина Воскресения, после Фомина Дня. Если вы не ходите в захваченные еретиками храмы, как и я, как и другие люди, которые подцерковлены и голову используют не только, чтобы шапку носить, то если у вас есть священник верный, стоящий в истине, известный, так называемый, непоминающий, то замечательно, вы можете его попросить заодно, написать ему или заранее, вы там были у него на службе, сейчас все больше и больше таких священников, которые молятся у себя на квартире, комнату выделяют, или, неважно, в подвале, на чердаке, где есть возможность, в сарае в чистом, так сказать, есть у них антиминс, есть облачение, есть евхаритический набор, они служат, поминают Патриарха Еринея и всякое епистоство православное. Это замечательно. Если такой возможности нет, тогда и вообще, даже если есть такая возможность, вы можете делать добрые дела, тайно, в память о своих усопших, близких, родных, родителей. Как это делается? Предположим, у вас есть ботинки хорошего качества, или костюм, который вы не носите, уже поправились, или, не дай бог, похудели, он вам не нужен, или, неважно, что, велосипед, который уже выросли дети, а внукам планируете купить новый. Неважно, какая вещь, но вещь должна быть, безусловно, в исправном положении, хорошая. И вы знаете, кому помочь. Вы можете деньгами, если вы уверены, что это не аферист, что любой человек, не обязательно он должен быть воцерковленным, любой, любого вероисповедания, пола, возраста, социального положения. Главное, чтобы он нуждался. Это называется жертва. Это очень сильная вещь, очень хорошая, полезная. И когда вы сделали это, вы можете про себя сказать. Помяни, Господи, рабу Божию, там, такую-то. У меня мама Тамара, папа Борис. Помяни, Господи, родителей моих усопших. Прости им при грешениях, вольные и невольные. Даруй им Царство Небесное. Эту жертву я делаю в память о них. Вот так. Так же вы можете просто, зная, где церковь, вот, или на восток, неважно, вот, постоять тоже, помолиться. Ходите вслух, ходите про себя. Вот, если вы, то же самое. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, всех моих почивших сродников, крещеных, так как вы молитесь келейно, можно сказать, и не крещеных, и всех почивших православных христиан во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так можно тоже. Вы даже очень занятой человек. И вам лукавый внушает, что обязательно нужно прийти в храм, одеться, обуться и так далее, да? Уделить время. Это от лукавого. Молиться можно в любом положении, и лежа, и сидя, и на смертном адре православные наши отцы, подвижники благочестия. Мне очень понравилась фраза одного из них. Он сказал, я с последним вздохом своим молюсь, чтобы меня простил Господь грешного. Только с последним вздохом заканчивается моя молитва ко Спасителю о моих грехах. Это говорят подвижники благочестия. Поэтому можно во время движения, в общественном транспорте, во время, когда вы идете на работу, с работы, на работе можно помолиться, вы это делаете тайно, нет никаких проблем, стесняетесь перекреститься, ну, значит, не креститесь. Я не стесняюсь креститься. В моих клиниках иконы, и я после Пасхи, когда приезжаю, мы не работаем на Пасху по традиции, я всегда тоже кричу, Христос Воскресе! И сотрудники знают, а пациентам приятно. Почему? Потому что душа христианка. Мы на русской земле, мы православные христиане, душа христианка. Вот. Вот эту информацию вам никто не скажет. И последнее. Я не осуждаю наших священников, архиереев, я многих знаю. Добрые отношения, но знание силы. Обличение, ну, пусть будет обличение, если вы хотите. У меня пишут тоже некоторые мои подписчики, говорят о том, что когда они спрашивали на исповеди, батюшка, ну, после исповеди, наверное, лучше после, когда уже тебя отпустили, а то будет проблема. Он говорит, батюшка, а вы сдавали аттестацию? И вот эту аттестацию, я сейчас расскажу, что такое. И вот этот момент из доброго, так сказать, священника в маске, он превращается в монстра и начинает шипеть, в лучшем случае. Или даже кричать. И может вас не допустить до причастия, если вы ходите. Так что, вот такая картина, попробуйте, если вы веруете во Святую Троицу, если вы любите веру, чистоту, а не какую-то традицию, обряд, обрядовидение, или кружок кройки и шитья, так сказать, куда вы ходите по интересам. Если вы любите истину, а Святая Троица – это истина, вы можете спросить у священника, который служит в наших захваченных храмах еретиками. Сдавали ли вы аттестацию? А что такое аттестация? Раз в несколько лет, с молодых ногтей до 60 лет, священников приглашают на аттестацию в епархиальную комиссию, где правящий архиерей, благочинный, присутствует, может быть, и настоятель, потому что это порука, как положено, и спрашивают у батюшки, скажите, что такое экуменизм, батюшка? Спрашивают архиерей или благочинный. Если священник говорит, что это плохо, что это ересь ересей, по словам святых отцов, то его сначала говорят, идите подумайте. Если он стоит на своем, то его отправляют за штат. Раскается. Раскается в правде, раскается в вере. Понимаете, как все сделано? Лукаво, иезуитски. Иезуитское лукавство, есть такое понятие. Напишите в Яндексе, что такое иезуитское лукавство, вам многое откроется. Это механизм работы сегодня. Поэтому вот такой штрих тоже я вам дал. А так, главное, конечно, мы можем молиться, мы должны молиться об усопших. Они не могут себе помочь. Так что, просто есть возможность перекреститься. Вы вот боитесь, стесняетесь. Но всякое бывает. Ничего страшного. Главное, чтобы вы не стеснялись веровать, как наши отцы, архиереи и священники. Помяните. Помяни, Господи, мою мамочку, мою тетю, моего дядю, моего брата, моего, не дай Бог, сына, во царстве Твоем. Прости им, Господи, при грешениях, вольное же и невольное. И даруй им Царство Небесное. А меня направи, укрепи, защити, вразуми, Господи. Вот. И это будет очень сильно. Почему? Потому что это истина. Потому что это искренне. Потому что это правда. Потому что вы использовали для того, чтобы быть ближе ко Христу, любую возможность, которая у вас была. Это очень ценно. Это очень дорого стоит в глазах Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Будем жить, дорогие мои. Христос воскрес! Ваш Евгений Лопать.